Я прошёл самые популярные платформеры уровней каждой сложности, а первым на очереди у нас автоуровень MS-22, а если быть точнее, то синтезатор, которым можно делать вот такие жёсткие биты. Это, конечно, всё круто, но если зайти в редактор и выключить превью-мод, то мы сможем найти один триггер, активировав который мы включим драм-машину. На самом деле, офигенная задумка, но мы идём дальше. А самым популярным изи-две луны уровнем является Джоу Суимзи от Эспа Кейла. Давайте посмотрим, что же он сделал. А сделал он самый обычный, простенький, но красивый платформер, где нам нужно, я так понимаю, собирать все монеты. Необычная гравитация уровня, это играется круто. Спускаемся и, я так понимаю, да, мы прошли уровень и переходим к нормалу. Как ни странно, но самый популярный уровень нормальной сложности это первый уровень из Super Mario Bros. Давайте посмотрим, реально ли тут воссоздали Марио. Стоп! Они реально полноценно воссоздали Марио, что? Вы понимаете, прошёл всего один месяц после выпуска 2.2, а люди уже делают вот это. Я никогда сам не играл в Марио, но тем не менее, всё равно ощущаю вот эту нотку ностальгии, насколько круто это реализовано. Я боюсь представить, что нас ждёт на более сложных уровнях, если уже такая годота на нормале. Хотя, чё мне представлять, давайте соберём этот флажочек, пройдём этот имбовый уровень и перейдём к харду. Enjoy the sun, и вот вам сразу интересный факт. Этот уровень мало того, что самый популярный хард платформер на данный момент, он является самым популярным платформером в принципе, и это достаточно логично. Так как, кто не знает, автоник, создатель этого уровня по совместительству является элдер модератором, да и к тому же помогал робтопу с плейтестом обновы. Именно поэтому этот левел был выпущен и оценён в первые 2 часа после выхода 2.2. Оу, нифига себе, куда я улетел, вау. Вообще, необычно смотреть на ГД под углом, это максимально странно, но уровень нереально атмосферный. Оу, мы поменяли гравитацию и заходим в какой-то заброшенный храм. Ой! А, всё окей. Нам по сценарию нужно было прыгнуть к лаву. И вот как раз таки мы можем видеть, что этот самый уровень робтоп показывал в трейлере 2.2. Аккуратно проходим мимо этих преград, падаем, и тут у нас лава с шарами лавовыми, которые время от времени выпрыгивают на нас. Так, отлично, мы это также проходим. И последняя комната с изменениями гравитации, достаточно прикольная задумка. Быстренько это дело проходим, и ГГ, мы прошли хард-левел. Локомотив от сабвуфера, это самый популярный хардер уровень. Наша задача тут заключается в том, чтобы выбраться из локомотива до того момента, как взорвётся бомба и деактивировать его, окей. Так, у нас есть всего 50 секунд, чтобы это сделать. Тут аккуратно проходим лаверин, быстрее. О, часики, найс. Это нам надо. Тут у нас вентилятор, и на самом деле это очень бесячая штука. Фух, мы их прошли. Но лаверин очень качественно сделан в стилистике такого, знаете, вестерна. Люблю подобное. О, превращаемся в паука. Так, стоп, а что нам нужно тут сделать? Я пока не совсем понимаю. Окей. Наша первая смерть. Мы сюда снова дошли и прошли этот момент. У нас есть джетпак, один из моих любимых теперь режимов. И всё, мы обезвредили бомбу, наконец-то. И, я так понимаю, прошли уровень? Да. Крутая анимашка у нас тут. Ну, а теперь мы переходим дальше. А следующая сложность у нас это WoW Cirrus. Один из лучших СНГ серверов по World of Warcraft. Самым большим сообществом, онлайн которого достигает 35 тысяч игроков. И где тебя ждут PvP и PvE сезоны с призовым в 5 миллионов рублей. Тут тебя встретит огромный выбор из 13 раз. К примеру, уникальная раса нагов, а также драктиры. Персонажей можно кастомизировать как угодно. Свои стартовые локации с квестовыми цепочками. Третья фраг с ренегатов. Тут игрок один против всех. В каждом новом сезоне тебя будут ждать разные мини-игры. А после 80-го левела тебя ждёт уникальная система развития персонажей. Адаптивный контент с других патчей. К примеру, рейды из Braining Crusade. Собственные рейды и подземелья. PvP-зоны с ежедневными активностями. Для новичков тут есть путеводитель, который поможет во всём разобраться. Поэтому переходи по ссылке в описании и погружайся с головой в Cirrus. А самые популярные цены это у нас Super, GD, Game, Hunt, 64, Ultra, Mega, Hyper, короче, да, вы поняли, от Колора. Я видел этот уровень до этого и, по крайней мере, смотря на него в Ютубе, мне казалось, что это что-то в районе Изи Демона. Сейчас мы убедимся в этом. Так, стоп, мы тут ещё и не скользим на платформе. Жесть, забавно. Вот, с девятого уровня уже начинаются проблемы. Жесть, вы видели, как я только что пропрыгал между ними? Охренеть. Что-то мне подсказывает, что это реально будет сложно. Тут нужно сразу активировать этот блок. Э, э, а чё, а чё мне сразу нажалось? Алё. В целом левел достаточно однотипный. Он неплох, но давайте переместимся в последнюю комнату, где мы убиваем финального босса. Ха-ха, коробка об голову и проходим. Найс. Самый популярный Изи Демон это Форс Акин Сити. И я уже вижу, что это что-то необычное. Вау. То есть наша задача на инерции перепрыгивать все шипы. Вот наоборот, не нужно спешить, и мне это нравится. Так, тут вообще какая-то головоломка. Мне нужно эти платформеры активировать все, но при этом, чтобы я не умер. А, я понял. Смотрите, мы сначала активируем эти два объекта, а потом эти. Всё, и отлично, проходим дальше. Тут вообще надо сделать несколько прыжков одновременно, и мне просто не дают расслабиться. Фух, это жёстко. Так, у нас тут, как я понимаю, одна из последних комнат, потому что тут очень много всего. Нифига себе, как всё быстро и... Ай, блин, меня придавило. В конце не нужно заживать направо, тут надо просто... Вот так, аккуратно, фух. На розовом арбе можно передохнуть. Поехали. Так. Так, найс, мы всё это сделали. А, и чё, это всё что ли? Ну, уровень очень крутой, с интересной механикой, но тем не менее, у нас дальше Медиум Демон. И не просто какой-то самый популярный, а с легендарной оценкой. Многие почему-то с этим не согласны, хотя левел реально крутой, под него даже трек написан. Но, так как я играл и проходил его раньше, то для себя сделаю нереальный челлендж. А именно, я попробую заспидранить и попасть минимум в топ-30 лидерборда. Погнали. На самом деле, левел очень крут для спидрана, в плане того, что тут очень много скипов на скилл, да и в целом надо двигаться максимально быстро, как я делаю это сейчас. Так, берём чекпоинт, и начинаются первые скипы. Оп! А вот и первый, и подобных ещё дофига. Но самый большой скип вы увидите вот сейчас. Зажимаем д-шорп и просто ждём. Ха-ха. И вуаля, мы мало того, что оказались прямо возле нового чекпоинта, так и ещё полностью скипнули другой. В этом левеле также есть один странный баг на ветряном парте, и кто в него играл, наверное, замечал то, что когда ветряная буря начинается впервые, нас сдувает немного сильнее, чем нужно. Не знаю, с чем это связано, но вот для спидрана эта штука очень важна. Сейчас я натренирую всё это дело и покажу, как можно полностью скипнуть парт с парой кликов за 10 секунд. Так, так. О, чё, это аккуратно! О-о-о, жесть! Не, ну вы все сами видите, офигенный скип, связанный со скиллом, реально. Ну и последний парт, в котором на самом деле есть пара очень сложных скипов, но я их собирать не буду, так как это слишком опасно, чтобы вы понимали, один тут вообще чуть ли не фреймпер, причём рандомный. Поэтому давайте, наконец-то, попробуем полностью заспидранить этот левел. Итак, поехали. Первая попытка достаточно неплохая, вроде как, да? Ха-ха, нет, плохая. Весь прикол с пидраном заключается в том, что если я допускаю хотя бы одну маленькую ошибку, хоть на этой горе или где-то дальше, мне всё нужно будет начинать сначала. Тут мы перепрыгиваем, найс, отлично начали. Сейчас нужно вовремя отжать. Ой, куда я улетел? Куда? Что? Так, ту скип. Ай, я не успел нажать, ну шо ж такое? Так, отлично, вторая часть пройдена, самое главное не забыть, как проходить ветер. Так. Ой-ой-ой-ой, куда я залетел? Зачем я туда зажал? Просто. Так, отлично. Остался последний парт. Главное не паниковать. Всё или ничего? Всё или ничего? Ничего! Боже, что я сделал? Зачем я там так нажал? Ха-ха-ха, фига меня сплющило. А что это такое? Не критично, нормально, хорошо. Так. На тоненького попал на дешор просто. Ой-ой-ой-ой, как же это было близко только что. Так, так, да, 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 давай, родной, последний рывок. Так, не спешим. А-а-а! Нет. Последний клик. Да, 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 подожди, да, да ладно, да ладно, да ладно, я это сделал. Всё, добежать спокойно, аккуратно. Всё! Подожди, сколько? Сколько, подожди, сколько? 124 секунды! Охренеть просто! Теперь какое у меня место? 25-ое сюда! Блин, чуваки, я проходил это 3 часа, жесть. Думаю, я заслужил подписку и лайк, потому что это очень жёстко. Но, знаете, мне понравилось. Давайте, если я увижу много комментов про спидран, я попробую в будущем ещё какие-нибудь самые популярные платформеры заспидранить. Думаю, это должно получиться офигенно. Ну, а мы, наконец-то, переходим к хард-демонам. Самым популярным является спид-тек от Гальватрона, и не зря, ведь в нём есть очень интересные механики. Первая это дэш-буст, как видите, и выглядит это очень эффектно. А вторая это слоу-буст, и заключается она в том, чтобы преодолевать огромное расстояние слоу-пов вверх. Как вы знаете, у куба есть так называемая энергия, но с помощью этой фишки мы её фактически обнуляем. Эти две механики офигенно работают в уровне, мы его дальше аккуратно проходим, и робу отдельный респект за это. Так, я так понимаю, мы опять разгоняемся. О, нифига себе! Что? Вы видели, куда я кликнул? Ну же, давай. Так, и затообразить. Найс! Это было проблематично. Я пока что не понимаю, как активировать этот орб, и при этом забраться обратно. Тут слоу-буст, но какой-то сложный. О, что? Как я это сделал? Так, окей. Сейчас главное не слить. Ух, найс, просто найс. Как же мне повезло только, что это было реально сложно. Ладно, слоу-буст это очень сложная механика, я в этом только что убедился. И сейчас, по-моему, налево прыгать. Да, кайф. А тут типа мне нужно совместить буст с платформой из дэша. А, нифига себе! О, вот что я сделал только что. Тут еще один буст, разогнались, так. А, что? Нифига себе там кликов. Такс. Так, так, аккуратно. И... О, нет, тут последний слоу-буст. О, да! Все? Мы, походу, прошли хардемом. Но все только начинается. Я боюсь представить, что нас ждет в инсейне и экстриме. Стелла Инфекшн, либо же более известный как босс из террари и коламити мода. На самом деле, крутой левел с офигенно проработанным боссом. Посмотрите, как он стреляет и двигается. Я хоть сам в коламити мод не играл, но ощущения будут прямо сейчас в террарии. В нем прикол то, что он достаточно хаотичный. И вот он сейчас разъединился. Это просто жесть. Мне достаточно убить кого-то одного, чтобы пройти левел. Но это нужно еще попробовать сделать. Если бы в этом левеле не было хилок, мне бы была ковзда. Хотя у меня уже почти нет хп. О, новая хилка. Сейчас ее надо еще аккуратно собрать. Что? Просто что? У него оставалось 38 хп. Как? С каждой новой попыткой я все больше убеждаю, что победить это рандом. Потому что, посмотрите, просто что он творит? У меня было фулл хп, он мне снес все. Как? Просто как? Я не понимаю этого. В начале игры в этот шедевр я реально не подозрел, что будет все так плохо. Боссфайтов в гд это тащая фигня. Сделать хорошей многого стоит, поверьте. Типа нет, я не говорю, что это прям плохой боссфайт. Он красивый и все такое. Но тут нет тактики. Тебе тупо должно повестись с тем, как по тебе будет стрелять. Как ты случайно не потеряешь все хп за секунду, когда выпадет хилка? Это реально полный рандом. Так, все, я напал на красного, пока все отлично. Надо просто его убить, просто. Хилку. Хилку бы. Ай, ну, 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 17 хп. Вы что, угораете просто? Что я должен был тут только что сделать? Просто, ну. За первый день у меня не получилось пройти этого босса. Но на следующий я решил подробить стрим. И вот что из этого получилось. Нет, нет, одна хп. Хилку дай. О, хилка. Так, найс. Подожди, подожди. Подожди. 17 хп. Давай. 17 хп. Ну. Да. 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 Ну, наконец-то просто. Это такой рандом. А теперь то, чего всегда долго ждали. Экстрим. А таковым сейчас является Айвона Бизагай. Ну что, понеслась. Я его тренил. И сейчас у меня уже более тысячи попыток. И что я понял, так это то, что самый сложный момент уровня по факту. Это дойти до первого чекпоинта и до последнего. Все остальное реально проще. Спидеран, поехали. Хорошо, осталось не менее сложную половину пройти. Отлично. И теперь от чекпоинта мне отделяет один сложный клик. А ну, смогу? О, да, отлично. Фига себе за 50 секунд поставил. Походу я очень хорошо размялся. Вот это на самом деле не очень приятный момент. О, найс. Остался последний сложный клик тут. Эх, да, это был именно он. Да. Все, осталось пройти. О. Найс. Так. Надо аккуратно сейчас пройти. Нееет. Ну, блин, опять все заново. Все, попытка номер два я сейчас должен затащить. Сюда. Первая комната ГГ. Самое сложное теперь позади реально. По факту это самый легкий чекпоинт из всех, наверное. Потому что, смотрите, по факту раз. Два легких клика и три простых арба. И все, все. Максимально просто. На самом деле, это чекпоинт тоже простой. Как видите, я ему уже пока что три минуты потратил только. Опа, ну и в целом, я думаю, можно закончить. Да. У меня отлично получается. Почти половину прошли уже. Так, тут дальше такие забавные клики. Они сразу могут показаться сложными. Но фактически так и есть. Опа, последний клик. Опа. Все, найс. Кстати, вот, я дошел до стены смерти. Ну, типа, это действительно сложная штука, пока ты не понимаешь паттерн. Вот так аккуратно зажимаем. И да, я сдох. Ладно, не страшно. Рассказываю, как это дело проходить. Смотрите, вы прыгаете, прижимаясь при этом к стенке. И как только видите, что находитесь чуть выше блока, просто буквально на долю секунды нажимаете вправо, в данном случае, и становитесь на край вот так. Да, правда, есть загвоздка, потому что на два блока прыгать проще, чем на один. Фух, так, опять, последний клик. Давай. Раз, два, три. Найс. Чуваки, мы уже больше половины прошли. Охренеть. Ну, тут сейчас самое сложное будет. Вот этот первый прыжок длинный, сложный, жуть. Но. О, мы это прошли. Щищ. Теперь мы должны аккуратненько запрыгнуть. Вот сюда, найс. Найс. Ласт клик. На самом деле, без ротлов, это один из самых сложных чикпоинтов. Я его только что на таком роддоме прошел, это просто жесть. Вот этот клик, он капец бесячий, потому что я не понимаю, где хитбоксы у этих шипов просто. Но, благо, в начале так, что это не критично. Как перепрыгнуть эти мичиганы, вопрос. О, найс. Так. Ну. О, последняя комната. Офигеть. Ребята, а что так просто? Реально, либо я слишком жестко на тренировал. Отлично, сейчас лично, как по мне, один из самых сложных прыжков. Да ну, блин, аааа. Ну, что это такое? Попытка номер два. Фух. Так, спокойно. Сейчас главное не слить. Ха-ха. Что? Просто что? Я не знаю. Это такой фарт, реально. У нас остался последний чикпоинт. Офигеть просто. На самом деле, из этого всего самое сложное, это пройти первую полосу. Она чуть проще, чем в начале. Но тут прикол в том, что тут все реверснуто. А вот сейчас нужно аккуратно. Чуваки, осталось последние два клика. Ха-ха. Да. Да ладно. Я забыл, я забыл, что сверху шипы были. Я просто хотел распрыгаться. Сейчас я не страдаю фигнёй, просто делаю один точный клик. И. Ха-ха, сюда. Сюда. GG. Или нет? Сейчас это уже Insane Demon, но я на него потратил в сумме полторы тысячи попыток. К чему-то более сложному я ещё не готов прикасаться, но лично для меня Айвона Безыгайя это Extreme. Пишите, что думаете касательно этой оценки. И пока.